Добрый вечер! Основные события дня и экспертные оценки в ближайшем часе. Сирия, кто применил химическое оружие и что будет дальше? Мандат на стол. Госдума предложила Дмитрию Гудкову уйти из депутатов. Он отказался. Стальной кулак в лайковой перчатке. Дмитрий Рогозин считает угрозу применения военной силы ключевым фактором при решении политических и экономических вопросов в современном мире. Ну и на закуску МВД знает, как защитить граждан от террористов. Теперь по порядку. Жертвами химической атаки в Алеппо стали 26 человек, десятки ранены. Ответственность за применение боевиками химоружия власти Сирии возложили на Катар и Турцию. В свою очередь представитель сирийских повстанцев утверждает, что ракету с химическими веществами запустили сами правительственные силы. Официальный Дамаск, в свою очередь, обратился в ООН с просьбой провести расследование. Кто может стоять за этой атакой? Этот вопрос я адресую Алексею Пушкову, председателю Комитета Госдумы по международным делам. Алексей Константинович, здравствуйте. Да, добрый день. Так кто мог стоять за этой атакой? На мой взгляд, невероятно, чтобы сирийское правительство, учитывая, под каким внимательным наблюдением оно находится, запустило одну ракету с химическим боезарядом. Нам представляется в Москве, что это сделала оппозиция, и сделала она это с помощью оружия, полученного от тех, кто снабжает ее оружием из-за рубежа. И сделала это совершенно с конкретной целью, чтобы сбросить в политический оборот тему использования химического оружия в Сирии, и чтобы создать условия для внешнего вмешательства в этот конфликт. Алексей Константинович, внешнее вмешательство уже буквально на пороге, потому что французы с англичанами говорят о готовности поставлять уже оружие боевикам. В Иордании, да, в Иордании, американцы, инструкторы готовят наемников. Сегодня Ставридис, командующий натовскими силами в Европе, сказал о том, что они готовы сделать безполетную зону на Сирии. Ливийский сценарий, короче. Да, это ливийский сценарий, но в отличие от ливийского сценария, это не получит поддержки в Союзе безопасности ООН. Это будет нелегитимное вмешательство, противоречие международному праву, и в итоге Барак Обама окажется в том положении, в котором он очень не хотел оказаться. В положении Джорджа Буша, человека, которого, в принципе, должны по международным стандартам судить, в международном суде. Если бы он не был президентом США бывшим, то, я думаю, так оно могло бы и произойти. То есть, речь идет о том, что повторение ливийского сценария в Сирии отложнено отказом России и Китая поддержаться по этому поводу, поддержать такой сценарий, во-первых. И, во-вторых, я думаю, что западным, так называемым, друзьям в Сирии будет гораздо труднее добиться в Сирии своих целей по сравнению с Сирией. Алексей Константинович, Сирия, понятно. Кто следующий, Иран? Вы знаете, я бы не стал так наотмаш характеризовать ситуацию. Совершенно не обязательно, что будет следующий. Хотя бы потому, что еще и в Сирии вопрос не решен. А кто сказал, что подготовка с помощью американских инструкторов, боевиков в Иордании и даже поставка оружия повстанцам изменят абсолютно характер боевых действий? Кто сказал, что благодаря новому оружию повстанцы добьются принципиально новых двигов на поле боя? Сейчас они контролируют примерно 25% территории Сирии. Но даже если они выйдут на контроль 30, 35, 40% территории Сирии, это совершенно не будет означать их военную победу. Кроме того, следует учитывать, что режим Дамаска тоже пользуется внешней поддержкой. И я допускаю, что если оружие начнет беспрепятственно поступать оппозиции со стороны, скажем, той же Англии и Франции, а также Турции, то я не исключаю, что оружие начнет в более массовом масштабе поступать в адрес Сирии, скажем, в страны региональных, которые поддерживают режим АССР. Я не удивлюсь, если усилится активность Ирана. Ну вот за это Иран и попробуют наказать. Понимаете, в чем дело, расширять бесконечно зону конфликта, это, мне кажется, сыграет против западных державов. Сейчас Соединенные Штаты и страны Западной Европы хотят как раз договориться о том, чтобы Иран не развивал свою ядерную программу. Или, по крайней мере, не усиливал военные аспекты этой программы, если таковые и имеются. А если они начнут наказывать Иран, то совершенно очевидно, что Иран в таких условиях пойдет на создание собственного ядерного оружия. И в итоге ситуация ухудшится резко, в том числе и западных держав. Так что, мне кажется, здесь им надо быть крайне осторожными. Они немножко заиграли в Семеновом режиме. И я думаю, что на каком-то результате это по ним очень сильно ударит, как уже ударило Соединенным Штатом после оккупанции Ирана. Алексей Константинович, если предположить все-таки, что конфликт разгорится и будет расширяться в сторону Ирана, автоматически будут втянуты Азербайджан, Турция, Армения. По России каким образом это может ударить? Я, в отличие от некоторых политиков и экспертов, не считаю, что это напрямую ударит по России. Давайте, безусловно, отложить ситуацию на Закавказе. Во-первых, потому что, скорее всего, в эту войну будет тянута Грузия, как союзник Соединенных Штатов Америки. И пока, в этом случае, мы не можем, чтобы Грузия изменяла свой подход в этом отношении. Действительно, окажется втянутым Азербайджан, хотя бы потому, что в Азербайджан могут хлынуть беженцы, а в Армении находятся российские вооруженные силы. Поэтому я думаю, что прямых последствий для территории Российской Федерации не будет. Но то, что к югу от границ России резко напряжется ситуация, возникнет принципиально новая напряженность, это безусловно. И такой крупный региональный кризис, он может сказаться буквально на все государства, в том числе и на европейских. Европейцы должны задуматься, и они вряд ли окажутся в стороне от этого конфликта. И ответ Ирана может быть совершенно асимметричным и очень различным. Ну, например, какой может быть ответ Ирана? Ну, видите ли, у Ирана достаточно широкая поддержка шиитских общинок, которые, во-первых, находятся в целом ряде стран Ближнего Востока, во-вторых, есть и шиитские населения, и шиитские организации, и страны Западной Европы. Как эти шиитские организации поведут себя в случае, если Иран, который сейчас является главным шиитским государством в мире, будет подвергнут неспровоцированной агрессии, об этом остается только догадываться. Алексей Константинович, может ли это, ну, если хотите, детонатором послужить для начала большой войны, которая все-таки охватит и регион, и Европу, и Россию в затроннике, естественно? Не думаю. Не думаю. Обратите внимание, что при всей воинственности заявлений из Лондона и Парижа, они все-таки не говорят о прямой военной интервенции. Мне кажется, что после Ирака правительство Камерона 10 раз подумает, прежде чем отправлять свои войска в Сирию, а без этого, без внешней интервенции, не исключаю, что режим Ассада может еще очень долго продлежать. Не думаю, что горят желанием воевать в Сирии и французы. Они сейчас мечтают вывести свои войска из Мали, хотя там еще работа, прямо скажем, недоделана, но уже раздаются голоса о том, что надо войска срочно возвращать, потому что война популярна только тогда, когда она быстрая, бескровная и обеспечивает вам победу. А если начнут выкидывать французские солдаты, это будет еще один удар по президенту Оланду, который и так уже имеет достаточно низкий рейтинг популярности. Поэтому я не вижу участия западных держав в войне в Сирии. Они будут делать ставку на наращивание поддержки оппозиции в надежде, что она свалит Ассада. И этот конфликт может продолжаться достаточно долго в отсутствии прямой военной интервенции со стороны стран НАТО. Так что я не стал бы сейчас разрабатывать суперкатастрофические сценарии. Спасибо. С нами был Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международным делам. Мы говорим о сирийском конфликте и его влиянии на регион и, возможно, его распространении за пределы Ближневосточного региона. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся через буквально несколько секунд. Комиссия Госдумы по этике на месяц лишила слова депутата Дмитрия Гудкова. Таким образом, его наказали за выступление на конференции в США. Также депутату рекомендовали добровольно сложить полномочия. Он отказался. Кроме того, Гудкову посоветовали принести извинения в средствах массовой информации. Перед кем он должен извиниться, не уточняется. Телефон прямого эфира 6 5 10 99 и 6, код Москвы 4 9 5. Нам интересно ваше мнение, что вы думаете о том, что происходит в Государственной Думе. А я пока буду говорить об этом с политологом Павлом Саллиным. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, какая история получается. Дума требует извинений. Сначала от Гудкова. То есть сначала от московского комсомольца, теперь от Гудкова. Что это? Слабость парламента? Ну, вы знаете, я бы здесь историю с московским комсомольцем и с Гудковым немножко развел. Потому что если концентрировать внимание на всю эту историю с Гудковым-младшим, то вообще следовало бы ожидать, что его лишат мандата так же, как и у отца. Но этого не происходит. Почему? Потому что в сентябре, когда принималось решение по Гудкову-старшему, ситуация выглядела по одному. Ну, то есть депутаты сидели, которые велись лояльно по отношению к власти, они думали, что эта лояльность автоматически им гарантирует сохранение депутатского мандата. А лишиться его могут только такие отступники, как Гудков-старший, который был бенефициаром всей политической системы, существовавшей в России с начала нулевых, вел бизнес и все прочее. И тут в критический момент против этой системы выступил. Но потом выяснилось, что лояльность уже не является автоматическим гарантом сохранения депутатского мандата. И мы видим, что вполне лояльные депутаты и сенаторы, лояльные власти, не выступавшие никогда против нее, вынуждены, и причем не по собственной инициативе, расставаться с депутатскими мандатами. И это не очень понравилось. Я так понимаю, депутаты в Госдуме представляют не только себя, а не своих избирателей. Они представляют очень влиятельные группы элиты, которые делегировали их туда, чтобы они отстаивали их интересы. И этим элитным группам не понравилась эта ситуация. Поэтому сейчас лишить любого депутата мандата, даже такого нелояльного власти, как Гудков-младший, будет весьма проблематично. Павел, я понимаю, что, конечно, эта история разная, но, тем не менее, раз за разом Дума оказывается втянута или сама втягивается по своей воле в какие-то истории, скандалы, отдельные депутаты, решения Думы. Вот все, что вокруг парламента происходит, как бы вы это охарактеризовали? Ну, то, что происходит, это вполне прозрачно. То есть сейчас власть еще до конца не определилась, но просчитывается сценарий досрочного распуска в Госдуму и досрочных выборов. Поэтому фигуры, которые раньше считались неприкасаемыми, они сейчас оказались под огнем компромата. То есть, в принципе, сейчас просчитывается такой вариант. Досрочные парламентские выборы, чтобы отвлечь внимание от других операционного власти, от президента и прочее. — То есть вы считаете, что Дума может быть распущена? А какие еще сценарии есть? — Я считаю, что она может быть распущена. Вероятность нынешней после публикации доклада Центра Икунина оценивает более чем в 50%. Ну, сценарий еще один может быть. Это кардинальная чистка Госдумы. То, что мы сейчас уже наблюдаем, но это первые попытки. От денежных мешков, от кошельков партии. Но этот процесс более трудоемкий. Поэтому, как бы, в принципе, как сейчас кажется, досрочные выборы для власти будут более простым сценарием чистки рядов, чем вот это вот единичное. То есть раз за разом, как вот мы сейчас наблюдаем. Хотя, на мой взгляд, эта ситуация тоже может выйти из-под контроля. Но сейчас просто такая ситуация, что у власти не осталось уже хороших ходов. Она вынуждена выбирать из нескольких зол меньше. — Павел, вы упомянули доклад Якунина. Не могли бы в нескольких словах напомнить просто нашим слушателям, о чем там речь идет? — Ну, он сейчас, насколько я понимаю, исчез. Но вот то, что писали СМИ, там речь идет о том, что Четвертый Центр с помощью математических выкладок, я не математик, я не знаю, насколько можно им доверять, но они утверждают с помощью математических выкладок, что на выборах 2011 года победила КПРФ «Единая Россия», заняла второе место. То есть проценты, которые они дают, они совершенно с данными ЦИК расходятся. Так или это, или не так, я не знаю. Ну, вот точка зрения такая была с меня отражена. — Скажите, ну вот в данной ситуации с Гудковым, да, младшим, зачем избавляться от депутата, который в общем представляет пусть оппозицию, но прекрасно, но у него там один голос в пустыне? — Ну, естественно. А кто сказал, что от Гудкова будет избавляться? — Ну, то есть ему предложили же сегодня сдать мандат? — Ну, знаете, предложить-то можно, но они же прекрасно понимают, что Гудковцев добровольно не пойдет на сдачу мандата, и он, наверное, понимает вот эти вещи, которые мы сейчас с вами проговариваем, что он может оказаться, скажем так, в центре очень большой игры и сохранить с помощью этой большой игры свой мандат. Поэтому те, кто предлагал ему, я думаю, проценты на 90 были уверены, что последует отказ. Просто они были обязаны ему предложить, а он уже знал, что окажется. — Павел, а скажите, на ваш взгляд, Госдума у нас по-прежнему не место для дискуссий, или все-таки сейчас вот на фоне последних событий дискуссии там обострятся? — Ну, они уже обостряются. Все-таки эта фраза известная, она, конечно, очень хорошо охарактеризовала ситуацию нулевых, но мы уже живем не в нулевых. Нулевые, скажем так, начали заканчиваться в декабре 2010 года на Манежной и закончились в декабре 2011 года на Болотной. — Ну вот, а вам не кажется, что как раз те изменения, которые произошли тогда, в то время в обществе, о которых вы говорите, они как раз не ретранслировались в Госдуму, и поэтому есть конфликт и непонимание, что делать? — Ну, есть такое непонимание. Сейчас я вам говорю, просчитываются различные сценарии, в том числе и досрочных выборов, чтобы обновить депутатский корпус по образцу Верховного Совета СССР, чтобы там были представители социальных страт, на которые опирается власть. Бюджетники, учителя, врачи, там, оборонщики и прочих. — Так, хорошо. А вот, ну, будет... Вообще, при каких условиях сейчас можно распустить парламент? Тогда же надо, если я не ошибаюсь, правительству в отставку отправлять? — Нет, это один из вариантов. Сейчас нужно смотреть конституцию, но, в принципе, власть еще пока железно контролирует ситуацию, чтобы обеспечить полную юридическую чистоту процедуры. — А вот все-таки те, возвращаясь к последним событиям в Думе и вокруг нее, ну вот сейчас лишили Гудкова на месяц слова. Это борьба с инакомыслием или просто вот наказали человека и все? — Нет, ну это естественная реакция власти, причем после лишения депутатского мандата Гудкова-старшего реакция более чем мягкая, потому что все-таки Гудков этой поездкой бросил вызов всей власти, всей существующей политической системе. Если бы власть на это никак не отреагировала, то, знаете, это стало бы сигналом для других внешне лояльных, а на самом деле держащих, скажем так, камень за пазуху представителей элиты. Потому что очень многие представители элиты недовольны той ситуацией, которая сейчас сложилась, скажем так, поворотом в силовой политике, и при случае они начнут свою собственную игру. — Спасибо. С нами был депутат, простите, политолог Павел Салин, а к нам присоединяется, собственно, сам Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. — Да, добрый вечер. — Дмитрий Геннадьевич, мандат вы не отдадите? — Ну, неужели я должен обрадовать в этих условиях тех, кто очень мечтает просто о том, чтобы меня выгнать вслед за Геннадием Гудковым из Государственной Думы? После вас, господа, единороссы, готовы сдать мандат, но только после вас. — Скажите, а чем так не угоден Гудков-младший? — Ну, как? Представляете, сидят жулики на берегу океана, в Майами, соседи Персина, пьют калифорнийское вино. Тут приезжает Гудков и рассказывает о том, как создать международный механизм по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Могу вам буквально на пальцах объяснить, что это за механизм. — Объясните. — По инициативе Большой двадцатки разработано соглашение об обмене налоговой информации с офшорами. Такое соглашение подписано, американцы подписали со всеми офшорами, то же самое делают сейчас европейские страны. Россия вообще ни с кем не подписала такого соглашения. О чем речь идет в этом документе? Если офшор не предоставляет данные о конечном бенефицарии, о том, кто прячется за этими офшорными компаниями, то он попадает на серьезные штрафы. Поэтому они все вынуждены в этих условиях соглашение подписывать. А теперь представьте, есть у нас, например, Перстин недальновидный, который на себя оформил квартиру. Есть и САИС. А есть люди просто поумнее, которые создают компании в этих офшорах. И на этой компании приобретают уже недвижимость, бизнес-активы и так далее. Вот вы видите, что сейчас вокруг Кипра происходит. Совершенно очевидно, если и президент, и премьер-министр, и все политики обсуждают это как главную проблему, международную проблему и главную проблему внешней политики нашей страны, значит совершенно очевидно, что все деньги, украденные, находятся в офшорах. И если будет создан такой международный механизм, то, естественно, в налоговых службах этих государств, заключивших соглашение с офшорами, будет вся информация о конечном бенефициаре. Вообще не могут они меня просить, конечно, участия в протестном движении, в том, что я один-единственный вместе с Пономаревым и еще рядом депутатов СССР. Мы такие непослушные, самостоятельные, независимые. Но вот, видите, они меня лишают слова, которое, вот, видимо, настолько стало тяжелым, тяжеловесным в этих потоках лжи, что надо побыстрее заткнуть, надо побыстрее как-нибудь его поскорее выгнать оттуда, чтобы опять все было замечательно, спокойно, никто не шумел, никто не критиковал власть. И, собственно, по пять воцарилось такое болото на охотном ряду Дома-1. Дмитрий Геннадьевич, мы вот только что с политологом Павлом Саллином говорили о возможном варианте распуска Госдумы. Как вы полагаете, такой сценарий вероятен? Конечно, я согласен с Павлом на 100%. Мой прогноз, засроченные выборы будут в декабре 2014 года, и, скажем, катализатором вот этих перемен станет наша Олимпиада, которая и так, мы уже с трудом, я не знаю, подготовились, мы успеем или не успеем, но вот именно как раз на 2014 год придутся все проблемы и кризис, и все эти противоречия, которые в обществе у нас накопились, и Дума уже, которая уже, ну вот, эпицентр скандалов, эпицентр каких-то разборов политических, которым уже нет никакого доверия, и, честно говоря, в настроении самих депутатов-единороссов, а среди них есть очень много людей профессиональных, людей, ну, которые не хотят превращаться в палачей, которые не хотят голосовать за такие законы, как закон Тима Яковлева. То есть люди, ну, они не хотят остаться нерукопожатными, как вот депутат Исаев, который назвал всех мелкими тварями, человек с большой, богатой историей политической, он сегодня, ну, как-то уходит, ну, пока не уходит, но, я думаю, скоро уйдет из политики каким-то нерукопожатым, понимаете? Вот не все хотят оказаться на месте Исаева, не все хотят оказаться на месте Техсена, но все-таки хотят войти как-то в историю парламентаризма, а не влипнуть в нее. И я думаю, что начнется потихонечку раскол элиты, и это мы уже наблюдаем, даже вот сегодняшнее заявление Дворковича о том, что большинство правительств было против закона Димы Яковлева, говорит о том, что многим приличным людям во власти все это уже надоело, потому что мы превращаемся в какую-то страну третьего мира, в Белоруссию, в страну, где нет ни суда, ни парламента, ни нормальных СМИ, ни какого-то нормальной политической конкуренции. Ведь на самом деле то, что произошло с Кипром, это результат того, что наши дипломаты не смогли провести нормальные переговоры с политиками Евросоюза и Кипра, а не смогли они провести потому, что у нас в стране черти что происходит. Потому что Россия является членом различных международных организаций, это значит, что мы должны играть по правилам, мировым правилам. Это и свобода слова, это и защита конституционных прав граждан, это политическая конкуренция, это честные выборы. И, к сожалению, наша страна этим правилам не соответствует. И когда европейские политики обращают внимание на то, что, смотрите, ну вот Гудкова выгнали в нарушении конституции, что у вас там, почему вы этих бедных девушек пусть и рай посадили на два года, ну дали бы им там 15-30 суток, что это у вас за охота на ведьм какая-то средневековая началась. А наши политики вместо того, чтобы пойти по пути реформ, борьбы с коррупцией, диалога с оппозицией, начинают закручивать гайки. Вот и реакция такая, и ответ. Мы же можем только кричать о том, какие мы великие, да, но надо прекрасно понимать, что мир стал глобальным. Есть разные интересы, есть разные возможности, и мы же не можем себя вести как дикари в этом мире. Дмитрий Георгиевич. Он рассказал о том, как это было и почему такое предложение ему поступило. Оставайтесь с нами, вернемся буквально через полторы минуты. Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал угрозу применения военной силы ключевым фактором при решении политических и экономических вопросов в современном мире. Как сообщает Интерфакс, на заседании военно-промышленной конференции Дмитрий Рогозин заявил буквально следующее. «Пожимая руку своим партнерам стальным кулаком в лайковой перчатке, Россия должна демонстрировать миру свою твердую решимость, отстаивать мир и свое в нем достойное место». Конец цитаты. На дворе 21 век, а средства достижения цели, похоже, остаются прежними. Так ли это или не так, мы сейчас будем разбираться с политологом, директором Международного института новейших государств Алексеем Мартыновым. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Так что, со времен древних ничего не изменилось? Кто сильнее, тот и прав. Ну, в определенном смысле так и есть. В любом случае, коль скоро мы называем или хотим, чтобы нас называли сверхдержавой, мы, наверное, должны крепить обороноспособность страны. Извините за то, что ты пишешь. А против кого мы будем обороняться? Кто нас хочет атаковать? Вы знаете, дело же не в том, кто нас хочет атаковать. Есть такой замечательный документ, который называется оборонная доктрина Российской Федерации, да, то есть военно-оборонная доктрина. Там вполне конкретно прописаны возможные угрозы и вероятные противники. И, очевидно, так сказать, умные люди писали этот документ и, наверное, нужно следовать тому, что там написано. Ну вот, по словам Дмитрия Рогозина, оборонно-промышленный комплекс должен создавать оружие, способное компенсировать российской армии нехватку личного состава. Это новая гонка вооружений? В определенном смысле, вы знаете, те люди, которых называют, ну или те, та группа стран, которых вежливо Рогозин называет партнерами, которым он собирается в железной рукой, в лайковой перчатке пожимать руку, давно, уже несколько, так сказать, лет последних интенсивно создают, например, кибервойска, которые, так сказать, в современном развитии, при современном развитии научно-технического прогресса приобретают больше и больше значения. А у нас об этом только сейчас заговорили, в то время как, скажем, в тех же США кибервойска существуют уже почти 10 лет. Понимаете, мы сильно опаздываем, мы все надеемся на значит, крепкого, бравого русского солдата, да, который, так сказать, пойдет в штыковую атаку. А на самом деле давно мир изменился, и в этом смысле, конечно, Рогозин прав. Алексей, но это знаменитое, я, к сожалению, не помню авторство фразы, генералы готовятся к прошедшей войне. Вот мы создаем новые танки. Да, 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 именно, именно, именно об этом, я думаю, говорил Рогозин, потому что, ну, конечно, знаете, вот этот вот, к сожалению, к сожалению, давнишний, давнишний такой постулат власти, я имею в виду, который, нашей власти, русской, которому уже там не одна сотня лет, бабы нарожают, да, то есть, что там людей жалеет. Вот, к сожалению, он до сих пор, вот, так сказать, имеет место быть, то есть, мы все увеличиваем личный состав, но мы не увеличиваем, или сохраняем его большим, да, но мы не увеличиваем современное оружие, современные средства защиты, да, в том числе, вот я вот упомянул, кибервойска. Почему их нет? Что у нас нет умных людей? Самые умные люди, вернее, самые известные в мире программисты, так сказать, одни из самых известных, да, это выходцы из России. Почему? Ну, даже, ну, я не соглашусь, то есть, я соглашусь в этом смысле с вами, и если позволите маленькую ремарку, самая большая угроза в мире, по-моему, по американским оценкам, это китайские и русские хакеры. Ну, вот о чем речь, да, почему у нас хакеры, хакеры наши есть, а, так сказать, хакеры, тех же самых хакеров поставить, что называется, под ружье, да, я больше чем уверен, что, так сказать, при определенной мотивации, я имею в виду не деньги далеко, я имею в виду именно защиту Родины, многие бы стали, так сказать, под ружье, в кавычках, да, сели бы за эти компьютеры и занимались бы тем, чем должны заниматься для обеспечения обороноспособности страны. Хорошо, Алексей, скажите, вот эту новую гонку вооружения Россия выдержит? Не знаю, это очень хороший вопрос, это очень хороший вопрос, особенно вот на фоне таких приветов, как вот нам сейчас Европа передает из Кипра, например, да, и так далее, это очень хороший вопрос. Когда у нас наша вся экономика, она распалена, распалена по офшорам, да, и когда мы абсолютно уязвимы в этом смысле, когда деньги наши, ну, бизнесмены или там богатые люди или просто те, у кого они есть, держат не в стране, а снаружи, когда у нас целая экономика завязана на эти процессы, оказывается, вот мы сегодня это узнаем, да, вот паника в нашем министерстве финансов по поводу Кипра. Это очень хороший вопрос. Как мы сможем выдержать эту гонку вооружения, выдержим ли мы и вообще? Спасибо. С нами был Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Мы говорим о сегодняшнем заявлении Дмитрия Рогозина относительно необходимости наращивания военной составляющей. Как заявил Дмитрий Рогозин, пожимая руку своим партнерам стальным кулаком в лайковые перчатки, Россия должна демонстрировать миру свою твердую решимость, отстаивать мир и свое в нем достойное место. К нам присоединяется Виктор Мясников, обозреватель газеты «Независимое военное обозрение». Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот Рогозин далее говорил о новых видах вооружения. Что это может быть? Мы часто, кстати, вот с Алексеем Мартыновым говорили о кибероружии. Кроме этого, какие еще новые виды вооружений перспективные существуют? Ну, за рубежом уже это создано. Это ударно-разведывательные беспилотники, вооруженные ракетами. Это роботы различного назначения. Гусеничные, колесные, транспортные, боевые. Это системы вроде железный купол израильский, который перехватывает ракеты и даже минометные снаряды. И много таких вещей уже придумано. И, кстати сказать, у нас масса изобретена подобного оружия, боеприпасов, различной техники. Другое дело, что это никому не нужно. А почему это не нужно? Есть наглядный пример. 40 лет назад, вдумайтесь в стиху, в МГТУ имени Баумана изобрели скотчно-пешковый снаряд для танковой пушки. 40 лет невозможно получить финансирование для того, чтобы сделать образец. Хотя там 30% патентов. Вот недавно немцы украли идею, сделали снаряд, взяли на вооружение. Взрыветяне тоже самое взяли на вооружение. Буквально несколько, там 2-3 года назад именно хвалятся. У нас, я думаю, так денег им не дадут. Потому что Рогозин, например, для него МГТУ это чужие. А он, в первую очередь, озабочен тем, чтобы обеспечить работу предприятий ОПК, которые он курирует. Так что я... Ну хорошо, а предприятия ОПК, они что, будут серийно клепать старье, которое никому не нужно? Ну, они склепают. Ну, армия же отказывается от закупок старых видов вооружения. Ну, вот когда она полностью откажется и поставит вопрос, что нужны принципиально новые виды оружия, другого качества и в кратчайшие сроки, иначе денег не дадут. Ну, насколько я понимаю, президент Владимир Путин именно такую задачу и поставил. Ну, дело в том, что эта задача при нынешнем менеджменте большинства оборонных предприятий невыполнима. То есть, поставлены сплошь и рядом люди, которые мало компетентны в этой работе, у них задача очень простая. Освоить бюджет. То есть, с теми, кто их на эту должность поставил, руководителя. И это у нас идет уже 20 лет. Перемен каких-то к лучшему я не вижу. Виктор, скажите, вот не дай бог, да, сейчас случится вооруженный конфликт, нам есть что противопоставить противнику или нет? Силы ядерного сдерживания. Вот, что мы в первую очередь можем противопоставить. Крусть тактическое ядерное оружие. Если же это какой-то локальный конфликт, небольшой, как в Северном Кавказе, допустим, по Секе, тогда, да, у нас сил хватит на такую небольшую войну. Если же речь пойдет о масштабной войне, то, в принципе, и мы это видим, что руководство страны рассчитывает в первую очередь на ядерное оружие. Поэтому и подводные лодки, поэтому и ракеты. Но вот конфликт Южной Осетии, разве он не... то, как он развивался, участие в нем российских войск, разве выводы не были сделаны из этого конфликта? Выводы были сделаны. Но результат... Результатом стала реформа по Сергеевску. Ну, слава богу, сейчас новый министр обороны возвращает многие вещи назад и отыгрывает. Или нет? Он делает ту же работу, что и раньше. Восстанавливает из руин разрушенные. В принципе, он делает это достаточно быстро, оперативно, но эти акты, конечно, ему придется расчищать, я думаю, еще не год и не два. И проблема с вооружением, она ведь еще, на самом деле, гораздо глубже. Начинать-то надо просто с восстановления образования от школьного и дальше в ПТУ, техникумы, которых убавилось число. Дмитрий Алексеевич, мы тогда возвращаемся к советской системе, ну, очень милитаризированной. И когда у нас в школе были уроки начальной военной подготовки, потом военные кафедры, все так или иначе проходили службу либо действительную, либо в запасе и числились аж на до 60 лет. И все, и огромная часть экономики работала только на войну. Ну, вот, нам огромную часть экономики сейчас не нужно задействовать, потому что у нас не осталось средников, которых мы должны бесплатно снабжать там, по всему миру вооружениями. У нас должна быть в первую очередь доктрина современной войны, научные разработки возможных конфликтов будущего. И под эти доктрины уже создается оружие под конкретные старшины театра боевых действий, потому что оружие для юга не годится для севера. Морские вооружения, ну, нам на суше бесполезны. Спасибо. С нами был Виктор Мясников, обозреватель газеты «Независимое военное обозрение». Мы сегодня говорим о заявлении Дмитрия Рогозина, который сказал, что пожимая руку своим партнером стальным кулаком в лайковой перчатке, Россия должна демонстрировать миру свою твердую решимость, отстаивать мир и свое в нем достойное место. Похоже, по мнению наших экспертов, речь идет о начале новой гонки вооружений. Выдержит ли ее Россия, непонятно. Мы вернемся через полторы минуты. Министерство внутренних дел определилось, как защищать россиян от террористов. Новые поправки в закон о противодействии терроризму впервые определяют, что такое место массового пребывания. Такой статус получат только те места, где одновременно собираются не менее 50 человек. Также полицейские пропишут уголовную ответственность для муниципальных чиновников и хозяев кинотеатров и ресторанов за непредотвращение терактов в случае гибели людей и уничтожения имущества. Чувствуете ли вы себя в безопасности? Этот вопрос я адресую вам, нашим слушателям. Пожалуйста, звоните. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Непредотвращение терактов в случае гибели людей. Вот перекладывание ответственности на плечи хозяев заведений. Это перекладывание с больной головы на здоровую. Я прошу ответить Павла Пятницкого, лидера движения «Гражданское право», члена общественного совета при МВД. Павел Игоревич, вы в эфире. Да, добрый день. Но я не считаю, что это перекладывание ответственности с больной головы на здоровье. Объясню почему. Во-первых, почему 50 человек? Не 10, не 20, не 15. Да, это действительно интересно. Это граждане. Но я думаю, я предполагаю, что такая норма, как 50 человек, была установлена за расчет чего? Это среднее количество людей, которые обычно находятся там в кафе, ну в небольших кафе, каких-то ресторанчиках. И я думаю, что при проведении массовых мероприятий менее 50 человек не бывает. Есть одиночные пикеты по одному человеку, есть 50 человек всегда. Любой митинг, пикет, какое-то мероприятие. А что касается заведений, предприятий бизнеса, питания, торговли, тут мы с вами должны о чем задуматься? Я уверен, что слушатели ответят, что они не чувствуют себя в безопасности. И мы с вами можем это видеть на примерах. Посмотрите, в торговых центрах там с ножами кидаются, пистолеты достают. И на общественном транспорте применяют травматику и везде. И мы с вами видим последние, к сожалению, в Москве опять начали стрелять. Зашли в ресторан, застрелили человека. Ну, не только в ресторане, а и в офисах тоже стреляют. Да, нет. Но я говорю сейчас про таких в офисах, еще где-то в квартире. Это всегда криминал был, есть и будет. И я сомневаюсь, что кто-то его в мире когда-то истребит. Но отдыхая с женой, с детьми, с товарищами в ресторане, вы можете получить просто пулю, предназначенную для какого-то другого человека. Бандиты между собой наводят разборки. Или там кого-то заказали и убили. А вы получаете пулю просто. Я понимаю, но при этом, значит, по новому закону отвечать за это будут хозяева ресторана или кинотеатра. Да. Он будет нести ответственность за необеспечение вашей безопасности. Потому что если человек с вас получает деньги, будь то клуб, ресторан, кафетерий, еще что-то. То есть он с вас получает деньги. Вы ему несете деньги. Значит, за свои деньги вы должны получить безопасное времяпровождение. То есть он должен нанять нормальную охрану, установить рамки металлодетектора, значит, и он должен отказать. Пришел человек, допустим, все, у него есть разрешение на травматическое оружие, но федеральный закон запрещает на любые общественные мероприятия, места культуры и отдыха, то есть запрещает брать с собой травматическое оружие. Павел Игоревич, с федеральным законом понятно. Получается, что оплату охраны, которую будут вынуждены теперь нанимать, она будет переложена на карман посетителя. Хозяева, извините, цены. Ну, это зависит, конечно, от хозяина. Но смотрите. Да, мы и так платим налоги, на которые мы содержим полицию. Да, но полиция, смотрите, я согласен, что она зачастую где-то недорабатывает и где-то халатность проявляет отдельные полицейские. Но к нам каждому же не приставят по полицейскому. Будем мы платить налоги? Не будем. К нам каждому не приставят. А туда, куда мы приходим, ваш дом, ваша крепость. Так вот и заведение должно быть крепостью того, кто его открывает. И он должен это предусматривать. А в настоящее время на нас с вами просто наживаются три раза повышать. Там, вы дома сделали салат себе стоимость 100 рублей, а в кафе он будет стоить 400-500. И он львиную долю кладет в карман, не думая ни о безопасности. В том числе, ни о пожарных. Ну, цену все равно взведут. Ну, и будет дальше так же наживаться. Точно так же. Ну, вот так вот, когда, не дай бог, случится что-то, и какого-то товарища или осудят, там, крупному штраф прессуют, или тем более уголовная ответственность будет введена, я думаю, тогда придется пересмотреть. То есть, принимателям, которые организуют досуг для большого круга граждан, придется пересмотреть свою позицию. Ну, и, конечно, МВД, я не знаю, они пытаются, наверное, новое руководство пытается что-то сделать получше, но, конечно, не всегда получается у них так. И, видите, даже вот такие предложения вызывают критику и ряд вопросов. Я думаю, если больше... Очень много вопросов. Вот, если будет больше общественность привлекать... То есть, понимаете, МВД не любит, когда общественность сует в нос из дела. То есть, когда общественный совет, когда какие-то фонды начинают проверять, начинают рекомендовать, они относятся к этому, так, скажем, чуть-чуть нервно. Мол, вы подождите, вы тут гражданские, вы ничего не знаете. А вот если будут больше прислушиваться к обществу, будут вот так вот обсуждать все минусы, все рифы, подводные камни, я думаю, тогда можно будет совместно выработать какую-то стратегию, в том числе и по безопасности в общественных местах. Ну, дай бог, чтобы к нам прислушались. Это было мнение Павла Пятницкого, лидера движения «Гражданское право», члена общественного совета при МВД. Мы продолжаем говорить о инициативе МВД по обеспечению безопасности от террористов. В различных ресторанах, в местах массового скопления людей к нам присоединяется Антон Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москва. Антон Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот в свете обсуждаемой инициативы, вот только что мы говорили с Павлом Пятницким о том, что теперь владелец ресторанов, кинотеатров и прочих увеселительных заведений будут нанимать охрану. Оплату этой охраны, естественно, они переложат на людей. Где справедливость? Алло. Да-да-да-да. Ну и как быть в этой ситуации? Ну, вы знаете, по поводу оплаты охраны, во всех заведениях охраны сейчас уже есть, это раз. Во-вторых, стоимость оплаты охраны по сравнению с другими затратами ресторана, она ничтожна, потому что, если посмотрим, основная затратная часть все-таки в ресторане это аренда и в другом любом заведении это аренда, безусловно, да, и оплата того персонала, который в нем работает. А что касается безопасности, то, безусловно, у нас ничего особо нового здесь нет, потому что сейчас те же самые рестораны, кинотеатры, вокзалы, директора отвечают за технику безопасности, да, и за пожарную безопасность. То есть, когда вы приходите в ресторан, есть соответственность дирекции ресторана, чтобы вам нагло не пала крыша, да, есть соответственность дирекции ресторана, законодательство определена, чтобы, когда, если будет пожар, люди были грамотно эвакуированы. Понятно, Антон Владимирович. Поэтому и здесь то же самое, вы поймите, да, вот мы с вами, когда приходим на авиавокзал, то есть в аэропорт, у нас с вами в самолете уже есть, в билете на самолет уже есть оплату за услуг, мы платим за это, понимаете? Поэтому правоохранительные органы, они должны заниматься против латики правонарушения преступлений и раскрытием их, а, конечно же, физическая безопасность у нас с вами на территории конкретных объектов должны заниматься и нести за это ответственность, в том числе владельцы тех предприятий, которым мы уже платим деньги, и из этих денег они должны выделять деньги на безопасность. Антон Владимирович, мы заговорили с вами об безопасности на транспорте. Помните историю, когда Дмитрий Медведев, когда он был президентом, приехал неожиданно на Киевский вокзал? Да, помню, и увидел четырех полицейских. Да, 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 да. Буквально через два дня я уезжал с Киевского вокзала на аэроэкспрессе во Внуково. Вот ничего не изменилось после даже взбучки от президента страны. Я спокойно прошел... Ну, на Киевский президент же уехал. Ну, я понимаю, да. Вот на этом безопасность закончилась. На этом вся безопасность закончилась. А что вы хотите измениться? Я вам скажу, что у нас аналогичная ситуация на улицах Москвы. У нас практически нет полиции на улицах Москвы. Все полицию сокращали. И у нас это аналогичная ситуация. Поэтому вот тот же самый железнодорожный вокзал, извините, это предприятие, которое зарабатывает деньги. И часть этих заработанных денег оно должно пускать на безопасность. На профессиональную безопасность. Ну, я даже знаю, что вам скажет РЖД на это в ответ, что пассажирские перевозки дотационные. Бог с ними. Атон Владимирович, у нас есть слушатели на связи. Сергей. Вы, если посмотрите, РЖД одна из самых богатых организаций. Вы это прекрасно знаете. Да, это понятно. На другие цели. На другие цели у них деньги есть. А на нашу с вами безопасность. И что, денег нет? Поверьте мне, это достаточно небольшие деньги. Атон Владимирович, давайте выслушаем мнение нашего слушателя. Сергей, здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Ну, хоть я в шоке, на самом деле, от таких заявлений. Понимаете, у нас, наше государство, я так понимаю, теперь хочет и безопасность, чтобы мы оплачивали дополнительно. Извините, а с чем охранник будет бороться против терроризма? С дубинкой или с фонариком? Понятен вопрос. У них по-разному оружия нет. Я категорически против. Это маразм полный. Спасибо. Антон Владимирович, что скажете? Ну, смотрите. Во-первых, у нас бороться должен не охранник. А бороться с терроризмом должна Федеральная служба безопасности. И даже не МВД. Это во-первых. Во-вторых, предприятия должны быть обеспечены техническими средствами безопасности. Мы об этом сейчас говорим. Понимаете? И владелец предприятия нести будет ответственность не за сам террористический акт, который совершен или не совершен, а нести ответственность о том, что предпринял ли он все меры по защите своего объекта от террористической угрозы. А, естественно, предотвращением террористических актов, раскрытием террористических актов. Конечно, должно заниматься государство. Никто об этом не говорит. Ну вот, на ваш взгляд, хорошо, поставят рамки. Ну, увидел террорист эту рамку, испугался, побежал к метро, и там все рваны. Ну, вы знаете, там достаточно сложно говорить, что касается рамки, потому что вот когда был взрыв в Домодедово, да, вот, мы можем, но вы помните, когда там поставили рамки и усилили безопасность, там мы поставили огромные очереди перед аэровокзалом, да? Да. И, собственно говоря, для граждан совершенно без разницы, где взорвется бомба. Вот, она взорвется внутри аэровокзала, и они пострадают. Или она взорвется, собственно говоря, там, где граждане скапливаются, да, там перед аэровокзалом. Поэтому должна быть комплексная, единая работа. То есть правоохранительный блок. Вот что такое террористический акт? Террористический акт, он должен раскрываться либо на стадии замыслов, либо на стадии подготовки. Атон Владимирович, извините, что перебиваю. Как только человек с бомбой едет уже в автобусе на аэровокзал, все, он уже опасен для граждан. Атон Владимирович, у нас есть еще один звонок. Денис, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Только быстро у нас мало времени остается. Вот как раз хотел бы высказаться на фоне американских событий, что они сейчас со своими законами пытаются изменить. У них все террористические акты происходят во фризон, так называемый, гансфризон, где нет оружия, где запрещено вносить оружие. И туда приходят люди с оружием, у нас посетители безоружных. Как с этим бороться будут наши МВДшники или там владельцы ресторана, по какому угодно. Спасибо. Атон Владимирович, я так понимаю, что все-таки немножко не про то история. В США разрешена свободная продажа и ношение оружия. У нас, слава богу, нет. Слава богу, нет, потому что неизвестно, мы только что тоже говорили об этом, в чьих руках оно окажется, как у нас покупаются медицинские справки, мы тоже все прекрасно знаем и понимаем. Мы видим, в чьих руках оказался уже травматический оружие. Понимаете? Да, да, к сожалению, да. Спасибо. С нами был Антон Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел России по городу Москва. Мы говорим о, говорили, вернее, о инициативе МВД по защите россиян от террористов. Новые поправки в закон впервые определяют, что такое место массового пребывания и многое другое. Надеюсь, продолжим завтра. Всего доброго, не болейте.